В чем разница между инвестициями и трейдингом? Многие говорят, что главное отличие в активном управлении. Якобы инвесторы преимущественно используют пассивный подход, а трейдеры – активное управление. Или другой вариант – разница заключается в риске, который участник торгов на себя берет. Принято считать, что спекуляции более агрессивны по своей природе, чем инвестиции, а может дело в удержании позиции. Еще одно устоявшееся мнение в том, что инвесторы – это всегда долгосрочные вложения, а трейдеры работают исключительно на короткой дистанции. В этом эпизоде мы раскроем каждый из вариантов и найдем истинное различие между инвестором и трейдером. Активное управление деньгами далеко не всегда говорит о том, что участник занимается трейдингом. Инвесторы также могут выбирать отдельные активы на рынке или время входа и выхода из них. Количество сделок ничего нам не скажет о том, трейдер это или инвестор. Инвестиции могут преследовать краткосрочные цели, из-за чего инвестор будет постоянно менять свои позиции. Сами цели и ресурсы для их достижения могут также измениться на запланированном промежутке времени. И в этом случае инвестору придется активно вмешиваться для корректировки своего портфеля. Другой пример – это очень плотный денежный поток, когда деньги приходят часто, и это обязывает делать много инвестиций, чтобы весь капитал находился в работе. Если купоны, дивиденды или что-либо другое приходят ежедневно, и вы постоянно занимаетесь их размещением, это не делает из вас спекулянтов. И наоборот, есть трейдеры, которые делают очень мало сделок. Можно встретить людей с одной или двумя сделками за квартал. Высокая торговая активность не является гарантом того, что мы столкнулись с трейдингом. Есть инвесторы с сотнями сделок в месяц, а есть и трейдеры с парой-тройкой сделок в год. Повышенный риск также не будет ответом. Для сравнения можно взять спекуляции на коротких гособлигациях и, например, венчурные инвестиции. В первом случае риски, мягко говоря, пониже, чем во втором. Трейдеры могут использовать стратегии с довольно низким или контролируемым риском. Например, арбитраж или парный трейдинг. Эти стратегии часто называют рыночно-нейтральными, так как они не зависят от направления движения рынка. Ну а волатильность по ним вообще может быть ниже волатильности государственных облигаций. В то же время инвестиции в сырьевые активы могут не только превратиться в ноль, но и вообще загнать в долги. Не будем забывать о контрактах на нефть, которые вдруг стали торговаться по отрицательным ценам в том же 2020 году. В итоге инвесторам в нефть пришлось не просто понести убытки, но еще и остаться с долгами биржи. Именно поэтому мы не можем однозначно утверждать, что для трейдинга характерен повышенный уровень риска, а инвестиции – это всегда безопасная зона. Зачастую все случается как раз наоборот. Можно ли разделить инвестора и трейдера по временному горизонту вложений? Интуитивно кажется, что трейдеры должны заниматься только быстрыми сделками, а инвесторы, наоборот, всегда придерживаться долгосрочного плана. На деле мы можем столкнуться с инвесторами, совершающими очень короткие по времени сделки. Например, коммерческие банки. Они используют операции Repo Overnight, которые вообще являются однодневными вложениями. И наоборот, трейдеры могут ждать реализации задуманного сценария довольно долго. Как, например, Майкл Бьюри, образ которого использовался в фильме «Игра на понижение». Он начал покупать страховки от падения ипотечного рынка еще в 2005 году. Два года он отбивался от насмешек конкурентов и претензий собственных вкладчиков, но в итоге закрыл сделку с прибылью более 800 миллионов долларов. Время удержания позиции не станет фактором различия между инвестициями и трейдингом. Это лишь одна из характеристик каждого направления. Так как же можно отличить инвестора от спекулянта? Чтобы понять различия, нужно отправиться в идеальный сказочный мир, где у инвесторов есть лишь одна главная задача – перенести свой капитал в будущее. То есть вложить деньги сегодня, чтобы забрать их завтра и реализовать свои цели – купить жилье, оставить наследство или отдать на благотворительность. В этом случае инвесторы могут быть и краткосрочными, и долгосрочными, и брать на себя низкий риск, и высокий риск, совершать пару сделок в месяц или сотни – все будет зависеть от капитала, времени и финансовых целей. Проще говоря, идеальный инвестор вкладывается сейчас, чтобы потом забрать. Трейдеры в этом идеальном мире хотят реализовать свои идеи. У них есть информация, анализ которой говорит о том, что определенные активы будут расти или падать с опережением рынка. Либо информация о том, что рынок в определенное время будет расти, а в другое – снижаться. Эту информацию они получают после анализа каких-то данных, будь то фундаментальные показатели, график цен или расположение звезд. Главное вот что. Делая сделки, они ожидают реализации задуманного сценария. То есть покупают или продают сейчас, чтобы закрыть тогда, когда свершится задуманное. И на это может уйти час, а может и пару лет. Так что разница главным образом заключается в мотиве для совершения сделок. Возвращаясь в мир реальный, мы понимаем, что таких четких границ между участниками уже нет. Инвесторы часто добавляют к необходимости переноса капитала в будущее попытку реализовать свои инвестиционные идеи. Трейдерам же стоит задаться вопросом о том, насколько уникальна та информация, на основе которой они открывают сделки. Если она доступна широкому кругу лиц, то с большей вероятностью она уже заложена в цены. Ну а если нет, это действительно может дать существенное преимущество. Конечно, если это не запрещенная торговля на основе инсайдерской информации. Разумных вам инвестиций. Спасибо. Спасибо.